Здравия, друзья! С вами я, Шевченко Александр и Академия Счастья. Говорим сегодня об улучшении качества жизни и об исцелении. В прошлом видео я записал со своим приятелем Артуром, мы говорили о здоровом образе жизни, о том, как это влияет на осознанность. На самом деле каждый человек знает, что мы можем улучшаться и исцеляться. То есть что значит исцеление? Это процесс духовной трансформации, процесс, когда мы знаем, куда двигаться, как двигаться. И в состоянии высокой вибрации, в состоянии любви мы можем исцеляться. Потому что любая болезнь, она прежде всего приходит к нам из-за чувства вины, страха. То есть она приходит к нам, потому что мы не можем справиться с этим, не можем исцелиться. И когда мы неосознаны, соответственно, мы не можем гармонично взаимодействовать с другими людьми. Поэтому мой призыв — это быть осознанными. И вот в сессиях, в медитациях мы как раз пополняемся в этом. Вчера делали медитацию с хранителями частот. Очень интересные ребята тоже занимаются духовным ростом, поэтому могу порекомендовать. Можете посмотреть их сайт в интернете, их легко найти. Ну и, соответственно, проект Академии Счастья был создан для того, чтобы помогать людям в исцелении. Потому что что такое исцеление? Это гармонизация, это исцеление, повышение вибраций, улучшение качества жизни. И я знаю такое, вчера буквально пришло понимание, я сейчас пишу книгу о том, как меняются вселенные, о том, как можно их создавать, как можно менять. И в этом состоянии я как раз сегодня написал главу, что каждый из нас является, можно сказать, сознанием. И когда мы общаемся с другими, это всё мы. То есть это просто игра осознанности, игра сознания. И в этом состоянии мы можем понимать, что если мы делаем что-то плохое другому человеку, то это отразится на нас самих. Потому что другое — это тоже мы. Это тоже духовное существо, просто в сознании мы видим другого, как другого. Но это просто игра эго. И мы можем исцеляться. То есть процессинг, который я провожу людям в сессии, он помогает понять себя, заглянуть внутрь, стать самим собой и повысить уровень энергетики, уровень вибраций, уровень счастья. И в этом состоянии каждое духовное существо может понять себя. То есть мы осознаём в натуральную величину, что мы — это всё, что мы — это вся Вселенная, что мы — это гармоничное духовное существо. И зная это, мы можем чётко и ясно действовать, мы можем чётко и ясно понимать. То есть у нас приходит ясно понимание, ясно осознавание, ясно слышание. То есть мы знаем, куда двигаться, как двигаться, зачем. И двигаясь к любви, двигаясь к состоянию любви, мы понимаем, что это именно то состояние, которое нам было нужно. Мой посыл — это вот у нас сейчас говорят карантин, карантин, изоляция. Нет, будьте на природе, будьте на море. Это не значит, что надо там обязательно устраивать какие-то тусовки, попойки. Нет, это наоборот не нужно. А повышайте свой уровень вибраций, то есть живите сердцем, живите в любви, живите счастливой жизнью и будьте осознанны. Потому что осознанность — это тот момент, когда вы можете чётко и ясно осознавать себя и других людей. Осознанность — это как раз и есть сознание, совместное знание, которое помогает нам и каждому из нас. И вот в практиках медитации мы возвращаемся в сердце, возвращаемся в состояние любви и возвращаемся в состояние счастья, где каждый из нас наполнен духовной энергией, целительной силой. И в этом состоянии мы исцеляемся, творим, двигаемся к улучшениям. Поэтому, друзья, моя цель — это позитивные вибрации. И поэтому каждый из вас я приглашаю в Академию счастья. Приходите, приезжайте в Одессу. Мы вообще большинство наших практик проводим онлайн. То есть можно договориться со мной, получить консультацию подробную. Я расскажу всё, как есть. И сделаем сессию. То есть сессии, они с чем связаны? Они связаны с тем, что мы находим то, что у вас не так, какой-то негативный заряд, и прорабатываем его. То есть появляется больше осознанности, больше счастья и больше позитивной энергии. И в этом состоянии счастья мы осознаём, что происходит, как происходит. И чувствуем те вибрации, которые наполнены у человека. То есть мы повышаем осознанность, повышаем эмоциональное состояние, повышаем уровень вибраций. И в этом состоянии каждый человек может осознавать, что с ним произошло. То есть происходит как бы как переосознание принятия и озарения. То есть озарение насчёт того, кто вы есть, куда вы идёте и почему вы именно идёте туда. То есть вы осознаёте себя как духовное существо. И мне, знаете, вот когда я помогаю кому-то, я чувствую, что я как я помогаю самому себе. Потому что когда я вижу изменения у человека, улыбку, повышение осознанности, для меня это очень важный момент. Это в этом моя жизнь. То есть я уже занимаюсь духовным процессингом около 20 лет. И сам пришёл, когда было очень плохое состояние. И если рассказывать о себе, то есть я не знал, кто я, куда я иду. Я употреблял различные вещества, чтобы понять это и вообще, чтобы забыться, чтобы не чувствовать боль. Потому что боли накопилось очень много. И я прям, можно сказать, не мог вылезти из этой боли. И вот когда я начал процессинг, я как-то почувствовал, что есть тут что-то, какая-то вот такая ниточка, которая выведет меня. И в этой как бы ниточке я понял, что, ну вот, знаете, как путеводная нить, что я могу по этой ниточке как бы быть из лабиринта. И вот я начал выходить, выходить и постепенно вышел. То есть я не могу сказать, что я прям вышел и всё, я уже дальше никуда не иду. Я нет, я продолжаю идти, продолжаю двигаться. Вот, но в то же время я знаю, что осознанность – это мой путь. И теперь я двигаюсь осознанно во благо для себя и для других людей. И других тоже зову, приглашаю, потому что, пройдя сам по пути, хочется вывести других людей. То есть вывести из матрицы, вывести из состояния темноты, неосознанности. Вот, и будучи собой, я понимаю, что каждый из нас – это сильное духовное существо, которое может творить, может осознавать и может действительно творить такие вещи, которые просто кажутся невероятными. Я вот когда делаю медитации, например, вот это исцеление, я прям чувствую, что мы можем действительно творить всё, что угодно. Если это наше, это обязательно в жизни осуществится и придёт к нам. То есть мы, конечно же, делаем выбор ежедневно, каждую секунду, каждое мгновение, и этот выбор зависит от нашей осознанности. Поэтому, повышая осознанность, мы повышаем свои шансы на выживание и то, что мы можем творить чудеса. Вот поэтому я, друзья, каждому из вас желаю чудо в этой жизни и состояние огромной радости и счастья. Вот мой друг Юджин, который проводит звуковые медитации на своём инстаграме, он говорит «Ом в каждый дом». Вот я так скажу. То есть «Ом в каждый дом» – это как бы пожелание любви, радости и счастья. Хотя я чаще говорю «во благо», но опять же таки каждый пусть подберёт те слова. Самое главное – это наполнение любовью и счастья. Поэтому повышайте свои вибрации, держитесь и не ведитесь на провокации, на панику. Осознавайте, что вы дух, что вы живёте вечно, и что смерть – это просто смена мерности для вашего сознания. Что бы ни происходило, знайте, что вы продолжите своё существование на этой земле, если захотите, в другом теле. И душа будет трансформироваться, переселяться, реинкарнировать, пока вы не получите все те уроки, которые вы хотите, и не достигнете состояния полной гармонии, гармонии осознанности. Ну а чтобы ускорить этот процесс, есть практики процессинга, аудитинга – это мозг полной свободы, который даёт возможность человеку ускорить вот эту духовную трансформацию и стать осознанным духовным существом. То есть стать собой в конечном итоге, духом, который может творить то, что считает правильным, то, что помогает ему. То есть мы эти темы очень подробно разбираем. То есть повышая осознанность, вы исцеляете многие заболевания, и самое главное – вы становитесь сильным, вы становитесь целостным, вы становитесь собой. И когда вы идёте по этому пути, конечно, случаются разные вещи, трудности, но их не стоит бояться, потому что вы становитесь сильнее. Это как бы закаляет вас и делает вас более осознанным духовным существом. Поэтому, друзья, я опять же-таки никого не пытаюсь переубедить. Я знаю, что есть много возражений, и люди, когда смотрят меня, думают, как так можно жить, это вообще невозможно, это нереально, он там что-то рассказывает, какие-то сказки. Сказка – это как сказание, да, то, что сказывается. Поэтому, когда я говорю, это я говорю из своего опыта. И если вы хотите осознанности, если вы хотите счастья, то будьте собой, осознавайте то, что происходит с вами, и двигайтесь на пути к вашей цели. И когда вы её достигнете, вы почувствуете, что это ваше, что вы получили то, что хотели, и что цель теперь достигнута, и вы можете двигаться дальше. То есть дайте себе подтверждение, что вы получили это, что это ваша цель, и всё, и двигайтесь дальше, на пути к новым успехам, к счастью, гармонии и процветанию. Если вам нужна какая-то помощь, то пишите, набирайте, я с удовольствием помогу вам. Все мои контакты под этим видео, и я буду рад тому, как бы, помочь, сделать консультацию и помочь вам улучшить состояние. Поэтому, друзья, счастья вам, гармонии, любви, радости. И если видео понравилось, поставьте «нравится», подпишитесь на канал, поделитесь им с вашими друзьями, и наполняйтесь любовью, радостью и счастьем. Во благо вам, всего доброго, и до скорой встречи. Увидимся в следующем видео, оно выйдет на моем канале прямо завтра. Люблю вас!